Виталий, здравствуйте. Спасибо вам большое, что присоединились к нам. Расскажите, пожалуйста, как сейчас выглядит ситуация в Авдеевке? Как выглядит город после нескольких недель атак российских? Здравствуйте. Ситуация остаёт очень напряжённой. Круглосуточно идут обстрелы и города, и позиции города. Бьёт и артиллерия, и реактивная артиллерия, и миномётные стрелы. Понятное дело, большое количество авиации работает, и по продуктам, и по позициям около города. Стрелковые бои мы с лишним позициям практически полосуточно, не переключаются ни днём, ни ночью. Десятки обстрелов, мастерованных обстрелов по территории громады, ну и сотни обстрелов по позициям. Это то, что мы скажем. Ещё только вчера вы сообщали СМИ, что идёт штурм Коксохимзавода. Вот какое там сейчас положение? Ну, это не штурм Коксохимзавода, они проводят штурмовые действия в том направлении, Коксохимзавод им ещё далековато, но в том направлении, да, они проводят свои активности последние несколько дней. Пытаются они, ну не только в этом направлении, но большую часть своих активностей направлены именно в сторону Коксохимзавода. Коксохимзавода. Виталий, как я видела по карте, как я это понимаю со стороны, российские власти пытаются взять город в кольцо. У них это не выходит сейчас по-прежнему? Да, это, в принципе, тактика их, она не новая. Она очень часто задаёт вопрос, какие риски всё-таки окружению города. Да, они это не начали делать больше, чем год назад, не удаётся, линии обороны держатся, никаких прорывов нет. Все свои неудачные бои, они компенсируют большим количеством массивных обстрелов по городу и авиабомбовых ударов. Буквально вчера в течение 30 минут было нанесено 12 бомбовых ударов в центральную часть города. Виталий, а скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что город обстреливаются практически непрекращающимися ударами. А вы где сейчас базируетесь? Вы же уехали уже из Авдеевки, да, и большинство жителей, как я понимаю, покинули город. Да, понятно, саму администрацию мы эвакуировали из города, находимся в Кровске, но периодически заезжаем, потому что есть у нас и точка базирования в самой Авдеевке. Несколько раз в неделю мы там появляемся, и всё равно нужно выполнять свои функции, связанные в первую очередь с эвакуацией людей, с обеспечением. А коммунальные службы ещё работают при таком интенсивном, при такой интенсивной атаке? Коммунальные службы и вода. Работают, понятно, что выполняют свои функциональные обязанности в таком усечённом формате, потому что это действительно постоянные обстрелы. Основная работа исходится к тому, чтобы расчищать поездные дороги после обстрелов и этих авиабомбных ударов, включать воду на скважин, включать генераторы, потому что электричество отсутствует в городе, централизовано. Ну и плюс помощь в разруске и раздаче в данной бомбе. Если я правильно понимаю, ещё в конце лета, в августе, вы были постоянно дислоцированы именно в Авдеевке, а сейчас вы говорите, что всё же в Покровске. В какой момент было принято решение всё-таки перенести центральный офис администрации в Покровск? Ну, большое количество авиаракетных и авиабомбовых ударов именно после того. Тем более в городе не остается ни одного целого здания. И эти бомбовые удары, они складывают дома буквально как карточные домики до фундамента. И просто на смертельную опасность нарожать своих сотрудников – это неправильно. Да, понятно. Виталий, а сколько там ещё осталось жителей, по вашим оценкам? Я знаю, что там остаются какие-то люди, которые отказываются уезжать и собираются, в общем, там оставаться, несмотря на удары. Последние несколько дней эвакуация, люди записываются, звонят, просят, ходят так в устной форме, просят вывезти их, потому что, ну, скорее всего, просто люди видят, что тише, меньше обстрелов в ближайшее время не планируется, враг только усиливает эти обстрелы. Ну и плюс у людей есть понимание, что за годами вторую зиму, если назвать отопительный сезон, но вряд ли многие из них смогут пройти, потому что это, опять же, буржуйки, это, опять же, дрова, опять же, риск жизни 24 на 7. Они видят, что в последнее время из трупов, из которых идёт дым от буржуя, сплотные аппараты летают, они фиксируют эти локации, и потом туда бьют этими кабами, ну, гуляемыми этими бомбами. Сегодня, по состоянию наута, 1555 людей остаются в городе, ну, есть запись на эвакуацию и на завтра, и на послезавтра, и ещё на несколько дней теперь. Скажите, вот Авдеевку российские оккупанты пытаются взять с 2014 года, и сейчас, судя по всему, они в точке, когда они наиболее близки к тому, чтобы оккупировать, будем говорить это прямым текстом, да, что угроза очень велика. Они просто явно нацелены на то, чтобы её взять любыми жертвами, им неважно. Да, вот ваш прогноз, насколько вероятно, что в ближайшее время, скажем так, есть ли такой сценарий, при котором город будет всё же захвачен, вот, и, ну, прорабатывается такой вариант. Да, что это будет означать для дальнейшей военной логистики и так далее и тому подобное? Понятно, что у военного командования есть и план ИА, и Б, и В, я уверен в этом. Я больше отвечаю за жизнедеятельность. Поэтому могу, ну, там свои планы координировать, могу их там как-то менять, относить в них изменения. Мы тоже готовимся к этому, и практически с самого первого дня полномасштабной войны, и такие сценарии, конечно, не рассматривались, потому что на старте вообще было непонятно, куда дальше пойдёт, когда там условно врастая под Киевом, да, и понятно, что у нас была совсем ситуация очень сложная. Но у меня уверенность, что по всему общение с военными, с командованием военных, видя, что определённые стабилизационные действия, они проводились и проводятся, много работы идёт на утверждение. Я уверен, что город не возьмёт. Передаётся такое огромное значение. Российская пропаганда именно Авдеевке. Вы можете каким-то образом объяснить такой пристальный интерес к такому сравнительно всё же незначимому в мирное время городу Авдеевке? Ну, тут несколько аспектов, которые надо, наверное, отслучить. Первое — это если посмотреть на карту боевых действий вокруг Авдеевки, то, понятное дело, что даже глазами российского генерала посмотреть, сразу появится желание всё-таки сомкнуть это лицо. Плюс, ну, маниакальное просто желание до каким-то котлам, окружениям. То есть у них это просто вот на уровне каких-то маниакальных желаний, и они, понятно, будут бросать туда всё больше и больше стих. Несколько моментов, понятно, наверное, с точки зрения военной, они себе вдумали, потому что, опять же, если вдуматься и уже анализировать на сегодняшний лад, да, то это полная глупость. То есть, ну, к примеру, Авдеевка — это географически, это высота. И вот они придумали, что нужно брать эту высоту, а потом что? Чтобы потом, ну, ничего, это же не вторая мировая, когда за каждую высоту нужно было положить тысячи людей, в стучьи высоты, так называемые сейчас, в современное время, имея большое количество средств и всякого оборудования, беспилотного разведения, сконтролировать логистику, контролировать дороги, территории в счёт беспилотных аппаратов, это очень просто делается. И это есть, в принципе. Зачем умножить тысячи людей, чтобы просто взялись в высоту, непонятно. Логистика, ну, в принципе, это же тупиковая, да, сейчас. Мы конечим с Донецком практически. И, ну, логистика в дальнейшем, ну, навряд ли как влияет. Сказать, что им нужна обделька для того, чтобы пользоваться железной дорогой, сенсеновато, но всё равно артиллерия, это будет сенсеновато. То есть это, опять же, минус. В нашей политике связь коммуникационная между нижними офицерами на поле боя и высшим командованием российского нас в моём понимании, скорее всего, нарушена или перекручена где-то на среднем звене. Потому что, уверен, что внизу говорили, что Абдеевку просто возьмём. Потому что с 14-х годов Абдеевка, ну, действительно, это углепроём. Тот факт, что они первые дни шли клонами, как аппарат, бронетехники, говорит о том, что они были не готовы, что их так встречать. Соответственно, просто дали команду, едь, и там у вас никаких особо проблем. Это однозначно... Ну, у меня нет сомнений, что это политическое решение с Кремля и конкретно Путина. Просто поставлена задача. Любой ценой взять. И всё. Мы за ценой не постоим. Совковые нарративы остаются. Спасибо вам большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!